Здравствуйте! В этом видео покажу, как правильно растапливать печь. Печь-галанку. Итак, печь перед нами. Вот это вот труба, здесь задвижка. Тут у меня дрова лежат на просушке, досыхают осиновые дрова. Значит, у печки есть дверка со стеклом. Это очень удобно, чтобы контролировать процесс горения. Есть дрова березовая, вот в этом ящичке. Протестирую несколько вариантов растопки. Буду растапливать печь с помощью бересты. Вот здесь вот береста. С помощью бумаги. И вот есть такое средство, гель для розжига. Сейчас посмотрим его поближе и проверю, как и чем лучше растопить печь. Вот здесь у меня есть стульчик специальный. Сейчас на него присяду, чтобы было удобнее. И буду растапливать печь. Открываем дверку. Берем, значит, березовое полено. Раз березовое полено. Второе, вот давайте возьмем. Для начала вот два таких вот сухих березовых полена. Важно, чтобы поленья были сухими. Это ключевое условие. Если дрова у вас сырые, то вряд ли возможно будет растопить печь. Ну, растопить-то, конечно, можно, но это будет гораздо сложнее. Теперь закладываю дрова в печь. Вот так вот. Вот, видно, да? Одно полено. И теперь второе полено. Ложим вот так вот, таким образом. Таким образом, значит, одно и рядом с ним другое. Именно вот так вот я ложу. И сейчас покажу, почему именно вот так вот. Беру бумагу, сворачиваю трубочкой. Делаю такую трубочку. Вставляю сюда. Если у вас газета, можно газету. Вот так вот. Вот так вот делаем. Поленья немножечко прибегаем друг к другу. Да, сейчас нужно положить еще третье полено сверху. Небольшое. Для растопки всегда беру дрова поменьше. Вот это вообще уже, можно сказать, совсем маленькое такое полено. Даже поленом-то его сложно назвать. И ложим сюда вот, наверх, поверх этих. Ну, приблизительно вот так вот. Все, берем спички. И поджигаем. Да, надо не забыть открыть трубу. Сейчас проверяем способ, самый популярный. То есть, растопка с помощью бумаги. Бумага вот офисная, как в моем случае, можно использовать газету. Конечно, бумага не самый лучший вариант. Вообще, я бумагой практически не растапливаю, потому что, видите, вот горит как-то не очень хорошо. Но, тем не менее, вот прикрываю вот так вот дверку. И будем смотреть, что получится. Вот, ничего не горит. Значит, с бумаги плохо разгорается все-таки. Так, ну вот мы видим, что ничего не горит. Значит, давайте попробуем следующий способ. Гель для розжига. Честно говоря, этот гель я приобрел уже года три назад. И он все лежит без дела. Потому что я обычно разжигаю с помощью бересты. Ну, давайте попробуем гель. Протестируем. Я его использую крайне редко. Ну, так, как игрушку. Значит, наносим гель. Теперь гель нужно поджечь. О, видали как? Хорошо вспыхнуло. Прикрываем. Очень весело загорелось. Ну, конечно, гель горючее вещество. И ясно дело, что все хорошо воспламенилось. Итак, прошло несколько минут. Видим, что дрова уже принялись. Начали гореть хорошо. То есть, это уже сейчас горят дрова. Дрова, а не растопка. Гель прогорел. И уже теперь воспламенилась древесина. Давайте откроем дверку. Посмотрим, что за дверкой. Ну, вот видите, они хорошо уже горят. Уже можно не беспокоиться, что дрова потухнут. Сейчас нужно подождать несколько минут, когда уже вот эти три маленьких полена разгорятся как следует. И можно будет положить уже дрова покрупнее. Так, значит, с момента растопки печи прошло где-то минут 20-25. Открываем дверку и смотрим, что там у нас. Значит, видим, что поленья, которые я растапливал, очень хорошо горят. Уже образовались угли. И вот почему я положил два полена параллельно друг другу. То есть, вот так вот. Дело в том, что вот в это вот пространство, в этот вот туннель, очень хорошо проходит воздух. И тем самым обеспечивается хороший приток воздуха туда. Как мы знаем из физики, что горение невозможно без хорошего притока воздуха. Вот, значит, таким способом я организовал хороший приток циркуляции воздуха. И, значит, очень хорошо все горит. Теперь, значит, беру уже такие поленья настоящие. Допустим, вот это вот полено возьму. Вот это вот. И вот это вот. Значит, вот эти вот поленья. Открываю дверку и закладываю их. Теперь уже можно не переживать, что у нас что-то потухнет. На таких углях уже ничего никогда не потухнет. Можно смело закладывать дрова. Так, вот три полена. Давайте еще положу. Сейчас можно закидывать туда. Ну вот. Еще можно. Ну и еще, пожалуй, вот эту вот осинку положим туда. Осина, кстати, обладая таким свойством, она очень хорошо прочищает дымоходы. Ну вот, давайте эту осинку сюда еще заложим. Ну вот, видим, что дрова, которые я сейчас заложил, уже такие настоящие, они тоже очень хорошо принялись. И сейчас этот огонь уже ничего не остановит. Ну, если только специально не тушить. А так все будет гореть. Значит, прикрываем дверку и пусть у нас все горит. Значит, что я делаю теперь, когда уже все хорошо растоплено, уже все хорошо, прекрасно горит. Я перевожу печку в медленный тип горения. Значит, что я делаю для этого? Трубу закрываю. Вот у меня тут есть метки. Эта метка, значит, труба закрыта совсем. Вот сейчас я ее закрыл полностью. Сейчас у нас потухнет, если долго держать. А тут есть еще одна метка. Вот я закрываю до нее. Вот так вот. Вот так вот делаю. Дверку Прикрываю Дверку печки. Прикрываю Вот так вот. Ну, даже и так вот. Очень сильно горит. Несмотря на то, что труба почти закрыта. Скажем так, процентов На 70. Труба закрыта. Печную дверку я прикрываю почти до конца. Потому что, если она вот открыта, вот как вот сейчас, то очень быстро все прогорит. Я ограничиваю приток воздуха. Ну, подкладываю вот такой вот кусочек бересты вот сюда. Вот так вот. Вот так вот. Все, я минимизировал зазор. Я могу вообще до конца вот тут вот прикрыть. Ну, вот сделаем вот так вот. Оставим небольшую щелочку. И у нас сейчас все будет гореть. Но гореть медленно. Ну, вот слышим, что шум огня немножко ослабился. Приток воздуха я ограничил. И сейчас все будет гореть долго, медленно. Ну, нет смысла делать так, чтобы все очень быстро прогорало. Чтобы много тепла выбрасывалось в трубу. Зачем? Пускай горит медленно. Чем дольше горит, тем лучше прогреет кирпичи. Тем больше КПД будет у нашей печки. Все, теперь эта печь будет гореть, я думаю, где-то часа два прогорать. И за два часа печь вся нагреется, раскалится. И в доме будет тепло. Вот есть такой инструмент, называется кочерга. Вот она. Иногда нужно, особенно в конце горения, открывать дверку и немножечко переворошить, перевернуть угли. Прогорающие дрова. Вот так вот. Ну, чтобы они лучше, равномернее прогорали. Чтобы не обжигало руку, я одеваю перчатку. Вот у меня есть тут специальные перчатки. Вот. Такие уже видавшие виды, почерневшие. Самое то. Вот. Берем, переворачиваем угольки. Сейчас они прогорят как следует. Печка уже догорает. На улице у нас уже стемнело. Все, снова закрываем дверку. Когда закрывать трубу? Значит, вот таких синих всполохов, как сейчас, не должно быть. Нужно обязательно дождаться, когда прогорят хорошенечко все угли. И только потом закрывать трубу. Значит, ждем, когда прогорят угли, синие всполохи исчезнут. И только потом окончательно закрываем трубу. Ну и прикрываем потом плотно дверку. И на этом протопка печи будет окончена. Так что подождем сейчас еще минут 10-15. И все. Итак, наступил следующий день. И снова пришла пора топить печку. Вчера мы растапливали печь с помощью бумаги и геля для розжига. А сегодня буду растапливать печь с помощью бересты. Значит, берем поленье. Точно так же, как вчера, два небольших полена. Открываем дверку. И закладываем полено внутрь. Хочу еще сказать, что вот те угли, та зола, которая здесь вот образовалась после вчерашней протопки, я не всегда ее тороплюсь убирать. Почему? Потому что угли, которые вот остались, они при последующей растопке, они еще дадут тепло. Они догорят окончательно. Так что мы их пока не убираем. Ну то есть я убираю, но когда уже совсем много их тут накопится. Когда уже некуда будет складывать дрова. Точно так же укладываю. Ну и возьму еще небольшое вот такое полено. Осиновое. Вот труба такая получается. Немножко измазался. Беру кусочек бересты. Ну я думаю, что вот такого куска бересты мне хватит, чтобы растопить печь. Бересту ложу между этих двух поленьев небольших. Вот так вот я ее положил туда. Все, беру спички. Поджигаю. Береста очень хорошо всегда горит. Потому что береста всегда сухая. Береста не впитывает влагу. В отличии от древесины. И она всегда хорошо горит. Плюс бересты, допустим, в отличии от бумаги. Бумага очень быстро прогорает. А береста все-таки горит подольше. Ну и все. Значит, труба открыта. Дверку вот так вот немножко прикрываю. И будем смотреть. Обычно всегда с первого раза все горит. Ну вот, как я и говорил, с помощью бересты всегда все отлично разжигается. Береста практически никогда не дает осечек. Вот мы видим, что все отлично пылает. С первого раза прямо, с одной спички я в разжег печку. Вчера, допустим, когда я разжигал бумагой, а потом гелем. Ну, конечно, с помощью геля-то она разгорелась. Но гель все-таки не дешевое средство. А береста вот отлично всегда. Смотрите, как хорошо горит. Все, сейчас подождем еще немножко. Ну, допустим, еще может минут 15-20. Когда уже тут немножко обуглится, угольки пойдут. И положу уже большие настоящие дрова. И все, будет тепло. Заложил полную печь дров. Уже такие дрова покрупнее, посерьезнее дровишки. И все прекрасно горит. Значит, сейчас перевожу печь в режим медленного горения. Ну, я думаю, часа через два она протопится. И будет уже очень теплое, горячее. Ну что, наша печка протопилась. Сейчас уже буду закрывать трубу. Сейчас немножечко угольки дотлеют. И минут через пять закрою трубу. И закрою дверку окончательно. Подведем итог. Какая же растопка была лучше? Значит, я попробовал растапливать газетой, ну то есть бумагой, гелем. Бумагой получилось не очень хорошо. Бумагой растопить можно, но это чуть посложнее и чуть подольше. Гелем для розжига растапливать хорошо. Гель воспламеняется очень быстро. И горит, как полагается. Но гель, если его покупать постоянно, будет дороговато. И, наконец, береста. Береста мне нравится больше всего. Я считаю, это самая лучшая растопка. И практически всегда я растапливаю печь берестой. И всем советую тоже растапливать печь берестой. Если она, конечно, у вас есть. Если вам понравилось это видео, пишите об этом в комментариях. И я сделаю вторую часть этого видео под названием «Как растопить русскую печь». Дело в том, что здесь, в соседней комнате, есть еще русская печь. И вот мы можем посмотреть, как я буду растапливать русскую печь. Ну и на этом, пожалуй, все. Подписывайтесь на мой канал. Смотрите видео. Оценивайте. До свидания. Смотрите. Смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok